Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Ситуация с коронавирусом в Норильске сейчас находится под самым пристальным вниманием. Неделю назад власти города обратились за помощью. По их словам, Норильск самостоятельно с этой ситуацией не справится. В понедельник губернатор Край Александр Ус по этому поводу провел оперативное совещание. Сегодня ситуацию с коронавирусом в Норильске обсуждали в законодательном собрании, на заседании профильного комитета. Какова же все-таки реальная ситуация с коронавирусом в северном городе? Хватает ли там медицинского персонала? Хватает ли там оборудования? Вот об этом мы сегодня будем беседовать с моим гостем. У нас в студии Егор Корчагин, главный врач Красноярской краеводклинической больницы. Егор Генневич, здравствуйте! Добрый день! Почему вас пригласили к нам в гости? Потому что вы на этой неделе работаете в Норильске и буквально вернулись оттуда несколько часов назад. Какова сейчас реальная ситуация с коронавирусом в северном городе? Надо сказать, что сейчас ситуация еще сохраняется непростой, но можно уже сделать выдох. Самая большая проблема в этом городе с коронавирусной инфекцией началась во второй половине июня. И как и во всем мире, как и в России, и в Красноярском крае, этот эпидемический процесс шел по определенным законам. В виде параболы сначала идет нарастание, достаточно лавинообразное, потом все это выходит на пик, в котором очень сложно и очень непросто всем. И возникает такое ощущение, что неужели это никогда не закончится. И потом вдруг начинается спад. И на сегодняшний день в стационарах города Норильска уже на треть меньше пациентов, чем было 5 июля, в самый пиковый день этой эпидемии в Норильске. Хватает ли там мест в госпиталях? Сегодня для больных с коронавирусной инфекцией открыта помощь в трех медицинских организациях города. Это городская больница номер 2, которая начала первой принимать этих пациентов. Детская больница, которая перепрофилирована была под прием коронавирусных пациентов. И третьей больницей подключилась межрайонная больница номер 1, на которую мы предлагаем сейчас возложить основные функции по лечению наиболее тяжелых пациентов. Дело в том, что в эпидемическом процессе сначала достаточно легких пациентов, а к завершению этой инфекционного процесса появляются пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. И здесь как раз помощь многопрофильной больницы с опытными врачами, которые знают, как лечить болезни сердца, почек, печени и так далее. Вот как раз здесь востребована такая ситуация. Но все-таки места хватает? Да. Я могу сказать, что хватает. Мы в течение двух дней, в понедельник-вторник, активно общались с руководителем и с врачами. Как межрайонной больницы номер 1, так и горбольницы номер 2. Сегодня заполнена чуть больше, чем наполовину коечная мощность. И каждый день мы видим снижение количества пациентов, которые находятся в стационарных условиях. Что касается реанимационной помощи, то вот вчера буквально мы провели большое обсуждение с врачами межрайонной больницы номер 1. И рекомендовали им перевести всю реанимационную помощь на свою базу, поскольку эта больница в наибольшей степени соответствует требованиям неотложной помощи тяжелым пациентам. И сегодня там остались еще двое наших врачей, которые приехали вместе со мной. Доктор-реаниматолог и доктор-пульмонолог, которые вместе с коллегами из Норильска в течение ближайших двух недель немножко подправят вопросы организации медицинской помощи в этих больницах и вместе со всеми решат вопрос о изменении маршрутизации в связи с изменением стадии или этапа эпидемии в этом городе. Ну и аппаратов вот той же самой искусственной материации легких хватает? Аппаратов ВВЛ достаточно. Достаточно. И мы договорились о том, что администрация здравоохранения, это и представители территориального управления Минздравов в городе Норильске и руководители медицинских учреждений в течение этой недели, до конца недели разработают план действий на случай, если вдруг ситуация будет меняться каким-то неожиданным образом. Ходит разговор о том, что вот есть опасения по поводу того, что приедут в сентябре отпускники, и это может вызвать определенный всплеск заболеваемости. Может быть, это и возникнет, потому что город Норильск достаточно плотный по населенности. У них нет дач, у них нет каких-то рекреационных зон, где люди могли бы самоизолироваться или там разъехаться. Но, по нашим оценкам, это не будет столь существенным ростом заболеваемости в городе. Насколько оперативно проводят анализы на COVID-19 в Норильске? Надо сказать, что не так давно в городе появилась лаборатория на базе детской и городской больницы, которая позволяет проводить достаточное количество исследований в короткие сроки. И надо сказать, что я был в этой лаборатории, разговаривал с сотрудниками, которые там работают. Сегодня время получения результата на коронавирус методом полимерозной цепной реакции составляет одни сутки. Ну, для жителей города Красноярска двое суток для получения ответа на этот вопрос считается очень хорошим результатом. Потому что мы еще совсем недавно имели длительность получения результатов анализов больше 10 суток. А в Норильске сегодня уже эта технология доступна со скоростью максимума одни сутки. Есть ли там какие-то КТ-исследования на коронавирус? Когда мы все вступали в период эпидемии, мало кто был готов в полной мере к этой ситуации. И где-то мешало действительно абсолютное отсутствие каких-то устройств, приборов и так далее. А где-то просто возникали организационные неувязки, которые, собственно говоря, и приводили к тому, что народ начинал беспокоиться, волноваться. На территории города Норильска, как раз вот рядом с той больницей, которая начинала первой работать в теме коронавирусной инфекции, есть частный центр КТ-диагностики, который сейчас очень активно работает в рамках системы обязательного медицинского страхования. И проводят эти исследования бесплатно для жителей города, у которых есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в межрайонной больнице номер один, которая расположена в Аганере, есть свой компьютерный томограф. И я уже раньше сказал, что мы обговорили с коллегами из межрайонной больницы, что в ближайшее время центр реанимационной помощи переводится в эту больницу. И они продумывают сейчас, как задействовать этот КТ-аппарат для ранней диагностики у тяжелых пациентов. И тогда в одном месте все будет сосредоточено. И компьютерная томография, и лабораторная диагностика общеклиническая. В общем-то, достаточно приемлем по срокам результат ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию, реанимационные койки, которые там будут работать. Поэтому, я думаю, там все сейчас выстроится должным образом. Медицинского персонала достаточно аналитики для того, чтобы решать проблемы с коронавирусом? Ну, вообще в городе Норильске медицинские организации укомплектованы медицинским персоналом даже несколько выше, чем в Красноярском крае и в городе Красноярске. Но такова особенность жизни в Норильске, что люди хотят летом уехать в отпуск. И, к сожалению, так получилось, что достаточно большое количество и врачей, и медсестер уехали в отпуска в это время, какая-то часть медицинских работников заразилась. И это, конечно же, тоже привнесло дополнительные негативные моменты в обеспеченность. В связи с этим временно возникли проблемы в поликлиниках, когда не хватало врачей. Сейчас мы даже специально сходили в поликлинику, посмотрели, сразу после прилета из аэропорта заехали в поликлинику, посмотрели. Ажиотажа нет такого. То есть ситуация нормализуется, восстанавливается. Я думаю, что здесь надо просто набраться терпения и потихоньку эту ситуацию просто пережить всем миром, решая проблемы, проблемы, связанные с самоограничением, чтобы люди соблюдали... Ну вот набило уже оскомину это, да, дистанцию. Действительно это очень важно, чтобы они не находились долго в душных помещениях друг с другом, чтобы они соблюдали правила мытья рук, потому что вирус... То есть элементарные правила санитарной гигиены, да? Да. И, как правило, опыт показывает, что это срабатывает. Ну, вот вы сказали, что там остались два врача, которые прилетели с вами. А вообще краевая больница насколько активно будет помогать Норильску? Мы и помогали, и будем помогать. Наши доктора остались для того, чтобы уже, что называется, изнутри посмотреть ситуацию. Они оба будут работать в так называемой красной зоне, то есть они будут работать с пациентами, которые заражены коронавирусной инфекцией. Это два доктора, которые прошли уже достаточно большой, имеют большой опыт работы в ковидном госпитале, здесь, в Красноярске. Поэтому их опыт, безусловно, будет очень важен для норильских коллег, особенно для больницы, которая только-только вступила в эту работу. Кроме того, ежедневно краевая клиническая больница проводит видеоселекторные консилиумы медицинские, где разбираются самые тяжелые пациенты по всему абсолютно Красноярскому краю. Тут же мы решаем вопросы в случае необходимости транспортировки или перевода этих пациентов в другое медицинское учреждение. И надо сказать, что с норильскими больницами мы тоже достаточно активно все эти вопросы обсуждаем. И сейчас уже на месте доктора помогут более четко обратить внимание на какие-то нюансы, которые в режиме видеоселекторной консультации иногда бывает трудно заметить. Ну, коронавирусом, но с другой стороны, вот неинтересно, у нас же есть, допустим, национальный проект здравоохранения. Вот как вы оцениваете состояние медицины, вообще состояние медицины в Норильске? Вы знаете, медицина в Норильске всегда была достаточно на высоком уровне. И, на мой взгляд, внимание, ну, пропорционально, что называется, численности населения и тому вкладу в общество, которое делает норильская медицина, и краевые, и федеральные власти оказывают этому городу. Вот недавно совсем был сдан в эксплуатацию перинатальный центр, который появился рядом и соединен переходом с основным флагманом медицины. Норильск — это межрайонная больница номер один. На его строительство было потрачено 3,1 миллиарда краевых денег и почти миллиард федеральных денег. Этот объект, конечно же, принесет очень большую пользу для беременных и детишек, которые появляются в городе Норильске. Это большой вклад. Вот как раз в момент моего приезда в Норильск был введен в эксплуатацию ангиограф, который достаточно давно уже мы ждали в Норильске, потому что в крае больше 10 лет существует система регионального и первичных сосудистых центров. Это система, при которой выстроена единая технология оказания медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями сердца и головного мозга. И очень здорово, что там появился аппарат, с помощью которого можно проводить вмешательство на сосудах, прежде всего сердца, со временем и на сосудах головного мозга. И это позволит оказывать помощь больным с инфарктом миокарда и с инсультом в самые первые часы, может быть, даже и минуты от момента возникновения сосудистой катастрофы. И нам не придется этих людей вывозить санитарную авиацию в город Красноярск для оказания им высокоспециализированной медицинской помощи. Сейчас, если подводить, скажем так, итог того, что вы сказали, какова ситуация в Норильске? Я бы сказал, что она ровно такая же, как и во всей стране и во всем мире. То есть сейчас можно сделать первый выдох после того, как уже все, что называется, наработались, все испытали стресс. По поводу действительно, казалось бы, нескончаемого прироста заболевших сегодня уже легче, намного легче. Это отмечают все. И в том числе и в администрации города тоже замечают, что гораздо меньше стало звонков от жителей города по поводу собственной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Спасибо за то, что вы прояснили ситуацию. Будем надеяться, что ситуация в Норильске, да и не только в Норильске, во всем крае будет улучшаться. Спасибо. У нас в гостях был Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой клинической больницы. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин